Здравствуйте, дорогие зрители! Несколько дней назад мне довелось поучаствовать в вебинаре для финансистов-инвесторов, как эксперту по инвестициям в антиквариат. На мой взгляд, получился довольно интересный материал, который я и предлагаю вашему вниманию. А после просмотра прошу оставить комментарии и впечатления о просмотре нам. Приятного просмотра! Добрый день, дорогие зрители! Большую благодарность хочу выразить организаторам этого мероприятия, так как большая честь выступить в числе экспертов по инвестициям. Сейчас я чуть-чуть выключу звук, чтобы не мешала она. Вот. То, что я хочу рассказать вам сегодня, возможно, кто-то из вас видели в кино, читали в книгах, но на самом деле это вещи, которые редко попадают в прессу. Так вот, моя презентация примерно на час рассчитана, а потом я готов буду ответить на ваши вопросы, поэтому очень прошу вас вопросы написать в конце презентации для того, чтобы не искать их после уже окончания презентации. Итак, сейчас я запущу трансляцию презентации. Антикварные предметы не зря называют вечными ценностями и, по сути, доказывать, почему они имеют инвестиционную и экономическую привлекательность, нет необходимости. В то же время, возможность инвестировать в антиквариат вполне очевидна. И, кроме того, антиквариат можно считать совершенно безрисковой инвестицией, так как со временем антиквариат только увеличивает свою ценность и стоимость. Вот. С антиквариатом, друзья, вы можете встретиться где угодно. И, как большинство, так как большинство людей имеют довольно поверхностное знание об антиквариате, то инвестировать можно порой вполне даже успешно. Иногда можно услышать заявления от обывателей, что антиквары пользуются неграмотностью людей и зарабатывают на их незнании материала. Нет, совсем не так. Антиквары зарабатывают, используя свои знания и накопленный годами опыт. Меня зовут Алексей Виткалов. Я занимаюсь антиквариатом очень давно. Когда мне было 6 лет, в 1977 году далёком, я попал в этот ареал, как я его называю, и позже расскажу, почему. В своём обзоре я хочу рассказать вам, что антиквариат буквально валяется под ногами у вас, для того, чтобы заработать на нём. Необходимо его поднять, рассмотреть, идентифицировать, отреставрировать и оценить. В своём обзоре антикварных предметов я расскажу на основании личного опыта, какие предметы считаю наиболее привлекательными для рядового инвестора с небольшим начальным капиталом и стоимостью единицы материала от 1000 рублей. На данном слайде представлен интересный предмет. Приобретён один был тот, который поменьше за 2000 рублей, тот, который побольше, приобретён за 5000 рублей несколько лет назад. Это действительно коллекционный материал, это боевые каменные молоты примерно периода кемирийцев. И эти предметы, они являются коллекционным материалом и пользуются довольно высоким спросом у коллекционеров специфической тематики. Как правило, это случайные находки людей, совершенно далёких от антикварного рынка, поэтому и стоимость значительно зависит от того, кто, кому и где продаёт этот предмет. Почему я называю антиквариат индикатором экономики? Ну, наверное, потому что антиквариат, как средство инвестиции, можно считать самым древним инструментом. Вот для примера, этот каменный молот в своё время очень долго пользовался. В прикладных целях потом его, наверное, потеряли, так как это, скорее всего, случайные находки. И в итоге этот предмет через 4000 лет оказался в частной коллекции. Если кто-то захочет посмотреть на эти предметы, добро пожаловать. На следующем слайде, друзья, я сейчас расскажу обзорно вообще об антиквариате, а потом уже перейду к конкретике, поскольку инструментов очень много, они все специфические, такие же, как и каменный молоток, и про каждый расскажу отдельно. Но для того, чтобы заниматься антиквариатом и вкладывать туда деньги, нужно понимать, откуда берётся вообще антиквариат, откуда начинается путь антикварного материала всевозможного. И вот на картине как раз изображено начало новой эпохи российского антикварного рынка. Картина иллюстрирует такое интуитивное отношение малообразованной части населения к ценностям во время кризиса. Все во время кризиса ценности накапливают, и предметы, представляющие материальную, культурную, художественную ценность используются в прикладных целях. Подобные предметы в это время называют буржуйскими, и слово антиквариат пропадает почти на 50 лет из словарного запаса советских людей, и появляется только в начале 60-х годов, когда появляются комиссионные магазины, где вот эти вещи, изображённые на картине, которые несут куда-то в избы, начинают появляться. И что происходит, чтобы вполне назвать экономически антиквариат индикатором движения капитала? Ну, конечно же, люди прекращают покупать какие-то ценности, и прекращают вкладывать средства в удовлетворение своих эстетических ценностей. Потому что антиквариат – это, конечно же, не товары первой необходимости, и довольно странный инструмент. Чтобы заниматься антиквариатом, нужно его любить. Чтобы заниматься остальными видами финансовых инструментов, совершенно не обязательно с ними вступать, с этими инструментами в какие-то метафизические взаимодействия. Но, скорее всего, это уже тема совершенно для другого вебинара. Так вот, происходит очень быстрое изменение, когда подходит кризис, происходит очень быстрое изменение объёма предметов на рынке. Эти предметы вываливаются в огромных объёмах, и порой непонятно, откуда вообще они берутся. Редкие монеты, редкие всевозможные серебряные изделия. То, что было в тупиках таких далёких у граждан. И вот во время кризиса эти предметы начинают появляться на рынке. И следующее, это, конечно же, факт, на который обращают внимание инвесторы антиквариата. Это изменение объёмов и цен сделок на антикварных выставках, салонах, которые проводятся обязательно раз в полгода. И последние годы интерес к антиквариату значительно снижается. Снижается он не на весь антиквариат, а, скажем так, на предметы, которые не пользуются популярностью. Это тоже отдельная тема. Мы немножечко коснёмся её дальше. Потому что об антиквариате рассказать за час с лишним просто невозможно. Я в своём докладе бегло сделаю срез вам различных инструментов, на которые, возможно, на некоторые вы обратите внимание, и каждый сможет выбрать, что интересно ему, чем заниматься. Потому что антиквариат – это огромный спектр различных направлений. Не только коллекционного материала, но и даже направлений, где брать этот коллекционный материал. Так вот, когда происходит изменение объёмов и цен сделок на антикварных выставках, салонах, это вызывает цепную реакцию по всей стране. Особенно, если эти выставки проходят в крупных городах – Москва или Санкт-Петербург. Естественно, со всех городов туда свозят лучшие предметы в надежде продать. И когда они не продаются, либо предлагают цену за них значительно ниже ожиданий антикваров, которые туда поехали, конечно, это очень быстрая информация распространяется по всей стране. И это служит таким индикатором, что нужно остановиться, вкладывать в дорогие вещи и перейти немножечко в другой сегмент. И как следствие, сразу же происходит изменение объёмов и цен сделок на аукционах. Происходит так, что предметы выставлены, они замечательные, и цена на них замечательная, но покупателя они не находят. И для знатоков очень интересно происходит, когда происходит такой скачок инфляции, и доллар стоит уже гораздо больше в рублёвом эквиваленте. А антиквариат ещё не подобрался. То есть, некоторое запоздание происходит, повышение стоимости антиквариата, и монет золотых, и серебряных, и платиновых, и всех остальных предметов антиквариата с неким запозданием. И те, кто об этом знают, с успехом это используют при инвестировании в предметы антиквариата. То есть, покупать надо на низком рынке. Вот сейчас как раз самое время покупать, поэтому кризис – это показатель вообще ликвидности антиквариата. Сейчас можно понять, что вообще покупают на антикварном рынке. И свой рейтинг, который я составил на основании личного опыта, я вам расскажу несколько позже. Поскольку антиквариат – это специфическое направление, на антикваров нигде не учат, нет антикварных институтов, ну, возможно, делось, антикварный аукцион и сделал, но всё равно это не государственное образование, нет профессии такой антиквар. Поэтому и правила этого рынка, которого тоже нет по сути, они не написаны нигде. И я поделюсь с вами теми правилами, наверное, или советами, которые я накопил в своём опыте. Например, и вот ещё что хотел отметить, почему антикварный ареал, потому что это странное сообщество, оно, как правило, закрытое, туда, вовнутрь, не так просто попасть, и там есть тоже, как везде, наверное, уровни доступа, но они тоже довольно странные. И для того, чтобы понять, как это всё происходит, нужно совершить первую покупку и начать продажи антиквариата. Так вот, в ареале существуют различные пути поступления антиквариата на рынок. И вот один из этих путей – это реставрация. Реставрация бывает разная. На данной картинке вы можете увидеть часы – это повтор. После войны в Германии была разруха, и первая фирма, которая начала производить часы, она их делала не болтовыми соединениями, а сваркой. И у них очень быстро начались продажи. И вот одни из таких часов, они были приобретены за 3000 рублей по весу бронзы и восстановлены, приведены в порядок. Теперь они замечательно ходят и отбивают каждые полчаса. Естественно, стоимость их увеличилась. Все детали родные, к счастью, сохранились, включая циферблат. Он просто был очищен и восстановлен. Но бывает иная реставрация. У меня был случай очень интересный, перед глазами проходил, когда на рынке появилась монета. Это была монета Екатерининский рубль, но она была зачем-то позолочена, и сверху было припаяно ухо, как у медали. Ну, и те ребята, которые с этой медалью носились, они нашли ювелира, который должен был вернуть монете былую стоимость, поскольку монета серебряная, зачем-то позолоченная, еще и припаяна к этой монете ухо. Монета стоит где-то от 50, наверное, до 200 тысяч, все зависит от состояния. Это в замечательном было состоянии. Так вот, они нашли ювелира, тот взялся за работу, уже очистил позолоту, спилил это ухо, продолжает полировать, а тут появляется музейный работник, дедушка, который заявляет, слышал, тут у вас медаль Суворовская проходила. Те как медаль? Тот говорит, да, медаль Суворовская в музее, вот видел, в одном экземпляре она вся помята, и здесь слышал, что появилась в хорошем состоянии. Так вот, те начали звонить ювелиру, остановись, там ничего не пили. Он говорит, а я уже вот дополировываю, уже все, уже монетам можно в продажу запускать. А оказалось, что когда здесь стоял на Кубани Суворовский гарнизон, и до Санкт-Петербурга было далеко награждать казаков за подвиги, чем-то надо было. И его полковой ювелир позолотил рубли, припаял ухо, и он вручал за подвиги эти медали казакам. Ну, вот еще одна медаль была утрачена навсегда. Вот такой случай реставрации, как не нужно реставрировать, поэтому прежде чем пополнять рынок антиквариатом, тысячу раз узнайте, прочитайте, спросите, если не знаете. Антиквариат – это такая тема, когда нужно постоянно наполнять мозг новыми знаниями. Каждый предмет приносит вам новые знания, причем такие, которых у вас в голове никогда не было, и мозг начинает развиваться, как наверняка чувство, знакомое тем, кто занимался спортом каким-то, когда качаешь мышцы, чувствуешь, как они напрягаются. Вот то же самое происходит в голове, когда вы даете туда новую информацию, вы заставляете свой мозг расти принудительно. Двигаемся, друзья. Дальше. Так, у нас следующее. Это правило провинанс – бесконечная добавочная стоимость. Почему? Провинанс – это история происхождения и владения предметом. Порой предметы попадают на рынок внутрироссийский, самые необычные. И связано, прежде всего, это, наверное, с тем, что самая объемная часть по накоплению антиквариата и по количеству – это население, это такая группа антикварного ареала, у которой может быть что угодно. За годы советской власти там скопилось огромное количество всевозможных ценностей. И после революционной экспроприации население обзавелось фарфоровой посудой дорогой известных марок, серебряными столовыми приборами царских ювелиров, которые уже через несколько лет государство вынудит население частично поменять на еду. Как правило, это были столовые приборы из дворянских сервизов всевозможных, серебряные, с позолотой, с именами. И когда пролетариат грабил дома обеспеченных людей, все это изъятое, оно делилось поровну между теми, кто пришел грабить. И, соответственно, найти полный столовый сервиз или набор столовых приборов, полный, ну, очень сложно, вот именно российских производителей, так как их раздавали. И иногда приходят запросы от коллекционеров из различных городов, когда кто-то ищет определенного фасона, размера или с именником определенного ювелира какие-то ложки, собирая их по всей стране, по частям. И поскольку это вот один из путей попадания антиквариата, но есть еще второй, он очень интересный. Во время, после Великой Отечественной войны в качестве трофеев солдатам разрешили вывозить всевозможные ценности. И вот эти ценности тоже до сих пор встречаются порой очень неожиданные. И по моим предположениям это вот одна из таких ценностей. Тогда Сталин позволил солдатам и офицерам вывозить из Европы в качестве трофея всевозможные вещи и дома советских людей. Стали наполняться бронзой, фарфором, полотнами выдающихся художников, часами, вот шикарной посудой. Но, однако, насладиться в полной мере европейской русскошью советским людям не дали. После нескольких показательных уголовных дел, связанных со спекуляцией трофейными ценностями населения, снова было вынуждено прятать антиквариат и снова в самый излюбленный нашими людьми сейф это земля. Они закапывали в городах, прятали в сараи, в подвалы, всевозможные подполья, либо на чердаки. И в итоге манипуляции правительства и населения с ценностями сделали антиквариат в советское время такой запретной криминальной сферой. Поэтому до настоящего времени к нашему удовольствию еще не все ценности обнаружены. Население продолжает выталкивать из себя предметы антиквариата, материальную стоимость которых иногда не могут оценить даже специалисты. Встречаются очень, очень редкие экземпляры музейного уровня, представляющие культурную, художественную, историческую ценность. Но из-за того, что хранили предметы не совсем бережно, обычно их состояние очень плохое и требует дорогостоящей реставрации. И зачастую обладатель антикварных сокровищ может и не подозревать даже о том, какими ценностями он владеет. И часто раритетные предметы оказываются в мусорном контейнере или в пункте приема металлолома. Например, вот эту девушку я нашел по звонку через Авито ее верхней частью прижимали квашеную капусту в такой деревянной катке в одном из поселков неподалеку от Краснодара. Стоимость на самом деле у этой девушки легко идентифицируемая подпись известного скульптора Петра Баранти. информации как оказалось в русском интернете о нем практически нет, а в английском довольно-таки много очень любили в конце 19 века его в Америке. Это скульптура 1899 года и это же год смерти этого автора. Ну и еще такой пример провинанса как бесконечная стоимость антиквариата и почему на примере обычного дешевого предмета как я и говорил буду рассматривать всевозможные антикварные ценности стоимостью от 1000 рублей и вот это как раз пример фонарик был приобретен не мной моим сотрудникам приобретен за 1000 рублей какое-то время лежал на полке я на него наткнулся знал что это фонарик изготавливался на заводе электросила и в блокадном Ленинграде но когда хопнул поглубже оказалось что поэтесса блокадница Ольга Берггольц упоминает его в своем стихотворении и звучат эти стройки так в ту зиму по фронтам меня носила по улицам где не видать низги фонарик мне дала электросила а на победе шили сапоги и вот она этот фонарик увековечила как только подчеркну фонарик лежал года два на полке я вот его случайно увидел прочитал что это такое записал тот же ролик с вот куском этого стихотворения и фонарик был продан тут же там за 5000 рублей был чуть получше в состоянии а потом появился следующий и вот на примере таком мы уже стали продавать как раз фонарики и все остальные предметы уже смонтировав какой-то ролик если у предмета есть какой-то провинанс вот следующее следующее золотое правило антиквариат на родине дороже это очень интересное правило на слайде представлена медаль люфтваффе немецкого офицера очень редкая судя по немецкой википедии скриншот который представлен на слайде их было изготовлено нижняя строка от 50 до 100 штук и в немецкой википедии нет фотографии этой медали высокая стоимость и высокая редкость но поскольку антиквариат дороже на родине и после того как из Германии вывозили вещи вывезли много ценностей а кроме того в начале 2000-х годов когда появился большой интерес к антиквариату и рынок стал насыщаться из Европы оптом покупали всевозможные предметы и рынок в буквальном смысле был завален европейским антиквариатом но вывоз предметов когда стало понятно и разобрали эти предметы идентифицировали вот как например эту медаль она еще чем интересна ее носили офицера люфтваффе на манер ношения медалей подразделения эдельвейс и на ремешке в этой медали серебряный эдельвейс с золотой сердцевиной то есть человек который владел этой медалью очень хотел увековечить свой подвиг когда эта медаль впервые попала к нам в коллекцию и мы стали с ней разбираться сразу услышали отзывы что это не может такого быть как люфтваффе эдельвейс такого быть не может но вот эта медаль лежит на фотографии из немецкой газеты 42 года которая идет в нагрузку к этой медали что действительно эдельвейс побывали в горах Кавказа и среди них были летчики из люфтваффе которые готовили аэродром для приема всевозможных грузов в горах Кавказа очень интересная история и эдельвейсов и вообще захвата Кавказа немецкими войсками еще интереснее как освобождали но это отдельная тема антиквариата и коллекционирования и эдельвейс и Кавказ они где-то перехлестываются поэтому кому интересно вот тоже очень такое направление с постоянно новой информацией и очень часто материальная предметная история она значительно отличается от от той истории которую мы читаем в учебниках предметы говорят совершенно о другом ну и знания друзья капитал конечно это тоже это такое золотое правило антикварного ареала нужно очень много знать иметь фотографическую в буквальном смысле память и кроме того вот именно в данном случае понимать технологию и сопротивление материалов скажем так по-научному то есть знать хотя бы примерно твердость материалов я приобрел этот предмет как древний пестик для ступки но дело в том что этот камень из которого выточена эта штука она не может использоваться как что-то ей долбить она довольно хрупкая и скорее всего ей что-то пытались долбить она вот здесь по центру у нее есть трещина и склейка эта штука показалась мне очень интересной так как есть некий эффект насмотренности на то как вырезаны животные из камня на различных древних предметах эффект насмотренности это тоже следующий этап овладения профессией антиквара когда в буквальном смысле по на расстоянии по внешнему виду предмета по каким-то характеристикам порой трудно описуемым ты понимаешь что это шедевр это антиквариат или это какой-то новодел либо предмет забитой реставрации так вот этот предмет с головой кабана выточенный был приобретен как ну неизвестный мне предмет но очень интересно для чего он сделан технически и когда я выставил его на специализированный форум его очень быстро идентифицировали и сделали предложение о покупке от которого я не смог отказаться поэтому если вам встретится это случайная находка специально найти ее я думаю невозможно вот поэтому ну вдруг попадется имейте ввиду вещь довольно ценная ну и конечно же занимаясь антиквариатом вы неизбежно попадаете на подделки наверняка кто-то из вас получал предложение на стоянках возле супермаркетов где-нибудь может быть на пересадочных станциях на вокзалах предложение о покупке о продаже редких монет российской империи так вот слева монета это подделка 903 года можно посмотреть на сегодняшний день сколько монета это стоит поэтому когда человеку показывают в ладошке 1 рубль 903 года и он ничего не понимает в монетах естественно открыв интернет и увидев цифры продаж на сегодняшний день у него будет яркое желание приобрести такую монету ну остерегайтесь подделок не покупайте ничего без пожизненной гарантии подлинности я занимаюсь этим уже почти 40 лет и когда-то очень давно меня научили что репутацию нужно беречь особенно в антикварном мире никогда не занимайся подделками даже если она есть отказываясь от ее продаж либо продавая говоришь что это подделка поэтому вот такое правило я его соблюдаю оно мне очень помогает иметь достойную репутацию в антикварном ареале чего и вам советую если вдруг вы начнете заниматься и приобретете подделку ну считайте что вы заплатили за обучение и не пытайтесь ее реализовать как подлинную монету так секундочку друзья что-то еще хотел сказать чтобы ничего не забыть следующий слайд уже история о том что в антиквариате все-таки это маркетинг наоборот здесь главная задача не продать антиквариат а купить его продать хорошую вещь антикварную совершенно не проблема для этого существует огромное количество способов и я чуть позже вас с ними познакомлю для того чтобы начать инвестировать в антиквариат достаточно изучить рынок посмотреть сложившуюся стоимость продаж на предметы и начать приобретать вот обратите внимание это вот ребята в пилотках с собачками стоят у нас в магазине и так получилось что вчера когда я сделал скриншот с мешка это такая торговая площадка по продаже антиквариата как раз получилось так что все представлены на вот этой картинке эти пограничники юные и моряк и редкий пограничник и вы видите насколько значительно разница в цене со всем антиквариатом происходит вот такая разница поскольку в любой совершенно теме даже в самой узкопрофильной все равно там встречаются разновидности всевозможные ответвления всевозможные перечеканы перерисовки и начиная коллекционировать нужно всегда начинать с более простых предметов в которых большие большие безграничные скажем так возможности вот одна из таких возможностей это советский фарфор фигурки стоимостью от 500 рублей начиная продавать их можно бесконечно дорого я к тому что начальный вклад на единицу материала занимаясь фарфорами фигурками инвестируя в них составляет около от 500 до 2-3 тысяч рублей в то же время это еще и приятное занятие потому что вы узнаете с каждым предметом новую информацию о производстве фарфора о том как менялись клейма почему они менялись как основался завод и вся эта попутная информация позволяет вашему мозгу дополнительно развиваться фарфор очень интересное направление особенно удобно в советское время были каталоги но на них естественно не было цен так как не было такого количества аукционов которые позволяют в таком невероятном объеме позволяют проводить интернет и в буквальном смысле заработать инвестировать можно сегодня купив где-то на аукционе фигурку фарфоровую а завтра продать ее уже в другой город и останется только дождаться когда придет посылка чтобы перенаправить ее в другой город вот один из способов заработка это возможно быстро делать на предметах со сложившейся стоимостью продажи которая публично и известна еще один маркетинг наоборот это покупка предметов по частям замечательный граммофон патефон слово патефон часто очень встречается в русском языке на самом деле это нарицательное слово произошедшее от названия компании патэ сверху на крышке граммофона было написано патэ и он стал патефоном так же как все внедорожники стали в свое время джипами а копировальные аппараты до сих пор называют ксероксами вот этот граммофон собран из трех разных граммофонов от одного корпус от другого звукосниматель с диском и от третьего двигатель с остальной начинкой в итоге после сборки и восстановления он был продан за 27 тысяч рублей поэтому ну наверное этот способ инвестирования будет более интересен мужчинам у которых есть мастерская и интерес к механике для того чтобы восстанавливать патефоны конечно нужны инструменты и какие-то технические знания но те невероятные ощущения которые ты получаешь они ни с чем друзья не сравнимы когда тебе остается вот уже собрать несколько деталей закрутить винтики и звук прошлого начнет извлекаться иглой из пластинки это очень невероятное ощущение поэтому кто любит механику друзья рекомендую очень интересная инвестиция ну и бывает друзья так что неожиданные находки они по стоимости даже перебивают превышают ту покупку которую ты совершал совершенно не не предполагая что внутри покупки еще такой сюрприз окажется мне как-то поступил заказ подобрать хорошего качества в хорошем состоянии альбом для фотографий для моего друга вот я искал ему альбом в правом верхнем углу наверняка кто-то видел такие альбомы это бархатный альбом для фотографий производства конца 60-х годов очень крепкий хороший но в таком в отличном состоянии они встречаются довольно редко и я купил альбом с фотографиями семейными какими-то в нем находящимися за 3000 рублей для своего друга и естественно фотографии ему были не нужны я стал их вытаскивать и увидел на этих фотографиях знакомое мне лицо и возможно кто-то даже из вас узнал на этих кадрах молодая девушка это известная певица советской эстрады и наверное сейчас я не слежу за ее творчеством это София Ротару она когда-то была в Краснодаре в гостях у своих друзей здесь на фотографиях ей около 20 лет и вот эти фотографии оказались в альбоме почему я утверждал что маркетинг наоборот это антиква это как раз про антиквариат вот попали замечательные предметы мы опубликовали фотографии на форуме фанатов Софии Ротару и буквально через неделю откликнулся мужчина который сказал а сколько у вас вообще фотографии и сколько стоит ну вот каждая фотография была продана по 5 тысяч рублей он сказал я завтра прилечу в Краснодар и их заберу подготовьте что есть у вас еще связано София Ротару вот такая история поэтому имея как я уже говорил хорошую память постоянно ее развивая можно находить еще и попутный заработок даже вот в таких казалось бы совершенно невзрачных вещах по сути фотографии семейные начала 70-х годов ничего не стоят но оказалось видите там такая вот известная личность на этих фотографиях ну и мы подошли наверное к самому интересному разделу это ликвидность антиквариата и категории антиквариата для инвестиций на первом месте друзья монеты на втором это фарфоровая всевозможная пластика фарфоровые фигурки сейчас очень хорошо растет спрос на фигурки и посуду качественную производство ГДР периода 60-х 80-х годов серебряные изделия это всевозможные вилки ложки сахарницы солонки подстаканники вот все чем можно пользоваться или чем интересно серебро оно всегда растет в цене если вы будете правильно пользоваться серебряными предметами не портия их не не царапая правильно ухаживая то можно попользоваться а в цене не только вырастут всевозможные религиозные предметы фалеристика и раритет а теперь поподробнее монеты я взял для примера 1 рубль 1924 года по сути это такой один из первых рублей и можно сказать последних после того как этот рубль вышел из оборота уже серебряные монеты в оборот Советского Союза не выпускали что интересно в изображении этой монеты поскольку советское новое общество построившее коммунизм в Советском Союзе оно было все-таки религиозное то на монете сюжет слегка напоминает сюжет цикона рождения Иисуса два бородатых мужика смотрят как восходит восходит солнце коммунизма по всему миру это отдельная история так этих монет было выпущено почти 13 миллионов даже если друзья учесть что в живых их не переплавленных в серебро осталось половина 6 миллионов монет это довольно существенная цифра и это только один год 24 ну а стоимость этой монеты можно увидеть на графике как она поднималась она выросла в несколько раз и слева я вставил скриншот это скриншот из аукциона интернет-аукциона нумизматов F-Coins по их информации можете увидеть среднюю стоимость монеты ну и как вы понимаете монеты очень интересный раздел инвестиций так как среди даже казалось бы монета 24-й год а там еще много разновидностей которые еще по разновидностям могут стоить в несколько раз дороже поэтому такие монеты еще встречаются довольно часто и занимаясь этим направлением и поняв как быстро определять редкость монеты рассматривая можно купить монету за 3000 а на самом деле она будет стоить дороже только потому что окна фабрики квадратной формы а левая труба короче и скошена следующая монета я хотел вам как спектр такой можно о монетах разговаривать бесконечно есть и золото и платина на платине очень наглядно видно каким образом стоимость платины ровно идет практически не изменяется а стоимость монеты из платины растет в разы этот отдельный спектр тоже антиквариата редкие монеты из драгоценных металлов но там и очень много подделок для инвесторов с небольшим капиталом вот замечательные монеты в хорошем состоянии 5 копеечные становятся их все меньше и меньше они пользуются огромным спросом у коллекционеров они маленькие красивые вот тираж их всего лишь небольшой и вес почти почти грамм так а вот их друзья стоимость можете сами увидеть с 50 условно говоря 100 рублей за 20 лет монеты выросли почти до 1700 тоже отдельный совершенно вид коллекционирования для того чтобы разобраться в таблице состояний необходимо тоже погрузиться в эту тему монеты очень интересный раздел коллекционирования и все коллекционеры в принципе начинают всегда с монет я рекомендовал бы для инвестиций вот как раз ранний советский союз это такие монеты как рубль 1924 года полтинники раннего советского союза периода 20-30 до 30-го года и вот например рубль 1922 года стоит уже 15 тысяч несмотря что он такого же размера со звездой но стоит уже в 5 раз дороже чем обычный фарфоровая пластика в чем выгодность фарфоровой пластики очевидно тоже как и с монетами достаточно начать разбираться понимать в клеймах в редкости фигурок и у вас сразу же появляется новое знание которое позволяет зарабатывать постоянно посещая антикварные магазины салоны ну а лучше всего конечно это барахолки так как я уже говорил население это самая наполненная часть антиквариатом из всего ареала ну и конечно же это всевозможные площадки авито юла где постоянно вываливаются на продажу причем фарфоровые статуэтки там вываливаются кучами вот кто-то сфотографировал 20-30 штук стоит битые не битые и есть раздел антикваров которые категория которые скупают это оптом битые выбрасывают и все равно им выгодно ну а эту статуэтку я приобрел на краснодарской барахолке за 2000 рублей я знал что она редкая по технологии производства по раскраске по клейму стоимость продажи ее оказалось даже больше чем я предполагал я когда приобретал думал что ее стоимость где-то в пределах 10 тысяч но оказалось что я даже ошибся поэтому пластика и цены на нее сложившиеся как я демонстрировал уже выше и в то же время материал доступен и огромный очень спектр и ликвидность фарфоровой пластики довольно высока чем интересно она дополнительна потому что очень часто люди ищут подарки связанные с профессиями с увлечениями тех кому они хотят подарить и как раз фарфоровая пластика она позволяет найти и для доктора и для юриста и для милиционера и для полицейского и для сказочника для всех найдется всегда какая-нибудь интересная фигурка ну а в данном случае вот универсальная национальная фигурка это осетинская девушка в танце серебряные изделия для инвестиций вообще простор для деятельности здесь огромен и бесконечен серебряные изделия ими приятно пользоваться повторяюсь уже если правильно за ними ухаживать то они только растут в цене а вы имеющие пользуетесь но кроме того предметы серебряные они могут иметь коллекционную и историческую ценность ну а бывают такие артефакты курьезные как вот на картинке представлена с виду обычная ложка но в хорошем состоянии смею заметить ложка ей 211 лет посмотрите на состояние это вот когда ко мне приходят с помятыми ложками погрызанными серебряными и не хотят их продавать как лом рассказывая что это же 19 век ну вот друзья настоящий 19 век в идеальном практически состоянии кто-то пользовался очень нежно что вне интересного да обратите внимание в клейме стоит 1809 год а дальше непонятное ниже клеймо это именник это период 1809 год когда русские ювелиры российской империи пытались выйти на рынок европы и они не очень хорошо знали английский язык и вот таким образом они пытались сделать такую транслитерацию там вы прочитали вообще что там написано я думаю что у вас вряд ли получится если вы не знаете так вот там написано иуану буквы м перевернули вверх ногами не зная как написать вот такая курьезная ложка и стоимость ее конечно за счет того что там такое клеймо которое долго пытались сделать ювелиры российские чтобы написать это на английском оно придает дополнительную стоимость здесь и историческая и материальная ценность предмета и коллекционная слились воедино ну и кроме того у серебра очень много интересных направлений это и ложки вилки и портсигары и подстаканники и всевозможные чашки чайники в общем серебром пользоваться приятно друзья ну и конечно зарабатывать на нем тоже совершенно несложно у меня был случай один когда шел по барахолке и слышу что продавец и покупатель кричат друг на друга две женщины я проходил даже не обратил внимания что они там делают услышал что одна другой кричит вы врете это не серебро должна быть 875 проба а здесь 84 стоит ну конечно же я остановился лирическое отступление 84 это проба царского серебра царской России до 1917 года остановился подошел речь идет о миниатюрной кофейной ложечке очень фактурной ну такой походившей уже грязной я говорю можно посмотреть да действительно здесь 84 на советском серебре 84 не должно стоять вам нужна нет говорит мне не нужна я купил эту ложечку за 1000 рублей после небольшой доработки полировки она буквально через неделю была продана уже за 3500 рублей через электронную площадку которая называется инстаграм вот как еще один вам пример инвестиций но для того чтобы эти инвестиции производить необходимо конечно же изучить материал ложек встречается довольно много и одна из последних ложек интересных которая встречалась это ложка собственного конвоя его императорского величества и тоже это было была как отметка на этой ложке рассматривайте предметы внимательно в антиквариате самое главное это идентификация когда вы получаете какую-то информацию перерабатываете и уже появляется история и эта история это и есть та добавочная стоимость которую вы получаете за предмет подержав его в руках религиозные предметы очень интересный раздел инвестирования коллекционирования он тоже довольно эмоциональный ну а кроме того встречаются редкие предметы как например Никита Бессагон эта икона была запрещена после церковной реформы соответственно если изготавливали ее то изготавливали для изготавливали для староверов и подпольно стоимость такой иконы для тех кто не знает вот я ее приобрел за тысячу рублей на барахолке потому что человек не смог прочитать что написано там но он видел там Никта и все на этом заканчивалось ну а стоимость продажи уже исходя из редкости этой иконы от 5 до 12 тысяч рублей зависит от площадки у нас она в продаже за 7 тысяч рублей мы обычно берем у себя в магазине среднюю цену для того чтобы соответствовать рынку ну и конечно же это различные иконы кресты всевозможные фарфоровые лампады и различные предметы связанные с христианской религией они очень хорошо продаются есть старая русская традиция на какие-то праздники дни рождения дарить икону и многие люди соблюдают эту традицию покупают у нас иконы несут ее в церковь дополнительно освещают у батюшки и спокойно дарят тому кому они хотели преподнести такую интересную вещь фалеристика это тоже бесконечное поле для деятельности вот эта коллекция из недавних наших предметов которые поступили в продажу коллекционер собирал эту коллекцию больше 20 лет здесь все предметы представлены подлинники кроме двух георгиевских крестов которые висят в нижнем левом углу там каждый крест стоит около полутора миллионов рублей поэтому эти предметы копии для того чтобы не увеличивать бесконечную стоимость этой коллекции она и так отлично здесь представлены редкие награды и все эти предметы они не из земли они все с различных иностранных аукционов здесь тоже сработало правило на родине дороже хотя какие-то предметы этот коллекционер конечно же покупал за очень высокие суммы заплаченные на аукционах для того чтобы украсть здесь и орден Анны святой и орден святого Станислава и орден Владимира и медаль за взятие Парижа в центре этой композиции три креста в эмалях крест 300 лет дому Романовых посередине вдумайтесь крест за возрождение христианства на Кавказе представляете да что там этот чиновник прошел вот и третий крест за русско-японскую войну чиновник священник извините оговорился и вверху наградные ленты казаков которые носились вместо наград там прописано в этих лентах за что казак получил и носили их на попахах чтобы не потерять награды коллекция очень-очень редкая и запас стоимости у нее довольно значительный это если говорить об инвестициях кризис вот прекрасный прекрасный набор такая подборка лучших наград Российской империи которые наверняка все видели в кино может быть на фотографиях различных русских офицеров раритеты это наверное самый любимый мой раздел в антиквариате очень приятно и интересно держать в руках предмет которого больше нигде нет на фото черная касса черного цвета это символ общества взаимного кредита тоже такое сообщество оно предлагало инвестиционный инструмент который назывался взаимный кредит и основывался на круговой пороке то есть если ты хотел получить кредит надо было иметь поручителя одного или нескольких которые если что за тебя кредит этот смогут заплатить и вот эта черная касса изготовлена в Америке в 19 веке специально по заказу общества взаимного кредита и впоследствии эта черная касса стала символом этого общества это такая копилка закрывающаяся на ключ черный ящик именно эта копилка принадлежала Екатеринодарскому Дубравнинскому обществу Кубанской области в городе Екатеринодаре оно располагалось это бывший Краснодар предмет редкий второго такого нет есть в разных городах по одному ящику стоимость их в плохом состоянии от 15 где-то тысяч и до 90 тысяч рублей недавно видел продавали кассу такую черную города Благовещенск и справа на картинке тоже очень уникальный предмет это сберегательная касса копилка слово копилка в царской России его просто не было было выражение такое словосочетание сберегательная касса то место где собирали деньги а по-нашему копилка так вот эта копилка она не просто накапливает деньги но еще и имеет счетный механизм и дисплей вот циферки там два окошечка эти циферки показывают какого номинала монету туда забросили и сколько в сумме монет находится внутри копилки так как если захлопнуть вот крышку на которой написано что она суммирует то откроется эта копилка только после того как в ней накопится 20 рублей учитывая что пришла эта копилка к нам в очень печальном состоянии таким ржавым кирпичом и полностью закрыто можете представить сколько мы провели весело времени в попытках ее вскрыть для того чтобы восстановить сейчас она работает все что мы нашли в сети вся информация это то что аналогичная копилка вручалась привилегированным клиентам банков российской империи изготовлена была на заводе Сен-Гали в Санкт-Петербурге она изготовлена из чугуна из стали очень качественное изготовление в виде банковского сейфа и что подобный экземпляр в рабочем состоянии находится в политехническом музее в Москве а в продаже подобных предметов нет и не было никогда есть различные запчасти и польские поделки из другого материала подобных копилок поэтому стоимость неизвестна мы продаем за 150 тысяч рублей такую замечательную копилку в нее помещаются 4 монеты 4 вида монет 5, 10, 15 и 20 копеек размером соответствующим 1900 1917 года и мы подошли уже к концу можете начинать написать вопросы кто же покупает антиквариат конечно самую высокую цену готовы заплатить коллекционеры довольно странные люди стремящиеся это либо закончить свою коллекцию и получать наслаждение от владения предметами либо это какие-то люди желающие написать возможно научную работу на основании своей коллекции они платят больше всего следующие покупатели антиквариата это посредники дилеры не всегда не покупают но через них можно продавать антиквариат всегда они знают кому что нужно у них замечательная репутация свой круг клиентов и как правило у этих посредников дилеров есть определенные направления кто-то занимается исключительно иконами кто-то монетами кто-то оружием антикварным я к чему это говорю потому что невозможно заниматься всем и занимаясь антиквариатом рано или поздно вы поймете что все направления охватить невозможно и выберите для себя какие-то несколько которые ваш мозг в состоянии будет переварить единовременно наверное так и конечно же покупатели антиквариата это эстеты которые ничего не понимают в антиквариате но им нравится просто вещь это фарфор это всевозможные статуэтки гобелены картины я очень люблю эту публику поскольку для них поход в антикварный магазин это открытие ну а также любители удивить подарком очень часто бывают обращения от людей которые которые хотят сделать необычный подарок а антикварный магазин как раз есть то место где такой подарок можно выбрать меня очень удивляют магазины подарки важным людям где продаются всевозможные китайские штуковины вот наверное мода проходит на эти штуковины и люди возвращаются все таки к вечным ценностям ну и в последнюю очередь инвесторы друзья этой категории очень мало так как здесь есть такой легкий фактор влияющий на то что разная информация у покупателя и продавца о предмете и иногда продавец не может даже дать информацию о предмете полную для того чтобы покупатель проинвестировал и понял экономическую целесообразность своей инвестиции поэтому инвесторов в антиквариат не так много ну и где продают антиквариат первое место которое я рекомендовал бы вам посещать если вдруг у вас возникнет желание заняться это конечно же барахолка куда в первую очередь попадают различные антикварные предметы там они сортируются и уже переходят по разным категориям что-то уходит дилерам что-то напрямую коллекционерам но иногда можно успеть и попасть как говорят в струю или в масть и вам повезет вдруг как новичкам и вы получите какой-нибудь интересный предмет с большой историей интернет площадки сегодня интернет позволяет общаться со всей страной и здесь начинает работать антиквариат правила антиквариат на родине дороже я знаю много людей которые занимаются по интернет площадкам поиском фотографий связанных со старым Екатеринодаром Краснодаром и очень успешно их продают причем ищут их не только на русских площадках но и на иностранных последнее их приобретение это немецкие фотографии оккупированного Екатеринодара со зданиями которые можно идентифицировать тоже очень интересная тема фото не только Ротару вот на интернет площадках тоже можно очень здорово зарабатывать погрузившись в какие-то темы интересные вам ну и конечно же это антикварный магазин где огромный выбор но имейте ввиду что там люди понимающие и как правило понимающие и там может быть довольно большая наценка вот и самые наверное высокие цены где продают антиквариат это аукцион аукционы бывают сейчас разные прошу не путать это с интернет аукционом где начинается стоимость от рубля это действительно аукционы как например Гелос в Москве ну цены там запредельные и инвестировать на аукционах таких я бы не рекомендовал особенно особенно начинающим инвесторам и в нашем формате мы нашли другой совершенно иной формат продажи антиквариата это арт-центр где мы соединили арт-центр бронзовая лошадь в городе Краснодаре он находится мы соединили здесь галерею современного искусства и антикварный магазин в лофте кроме того это стало площадкой для проведения различных мероприятий презентации у нас проходили здесь презентации автомобилей Порше Лексус всевозможные демонстрации дизайнерской одежды и таким образом мы получили дополнительную аудиторию которая никогда не была в антикварном магазине и люди многие впервые вообще у них появилась возможность попасть и пощупать антикварные предметы и некоторые из них стали нашими постоянными покупателями я к чему это все рассказываю то что у антиквариата продажи они вообще бесконечны купить антиквариат хочется качественный а вот продать его не проблема и вот один из таких форматов где как только ты выходишь на аудиторию даже не связанную с коллекционированием с искусством эта аудитория она тоже платежеспособна и готова приобретать антикварные предметы как в подарок так и для себя и еще один очень интересный формат продажи антиквариата который мы используем в своей практике это продажа антиквариата в отеле бутик-отель Бристоль в Краснодаре две недели назад отель Бристоль вошел в 10% лучших отелей мира по версии TripAdvisor спасибо им большое конечно за такое признание но наверное это связано с тем как работает наша команда и с теми эмоциями наших гостей которые они получают попав в отель номера отеля обставлены антикварной мебелью это действительно подлинный антиквариат и гости могут получить удовольствие от нахождения в музейных экспонатах по сути все предметы которые находятся в отеле на стенах в номерах они продаются и гости не только могут их приобрести но и увидеть как это смотрятся эти предметы в настоящей обстановке а не в тесноте антикварного магазина где мебель обычно составлена друг на друга очень необычный интересный формат и если вдруг вы захотите заниматься антикварятом вот вам пример кроме того в номерах стоит антикварная мебель и стратегически поставив туда мебель из Икеи через 5 лет ее можно будет выкинуть поскольку царапины всевозможные пошатывания приводят эту мебель в полную негодность антикварная же мебель получает просто дополнительные следы бытования и 150 вот конкретно на этих картинках мебели где-то примерно 150-120 лет и за это время она также замечательно выглядит как и раньше может быть даже лучше ну и коллекционирование друзья это эстетические инвестиции как не стать заложником своей коллекции я долго думал как об этом правильно сказать и наверное правильно будет сказать что история предмета которую вы узнаете владея предметом она действительно увеличивает стоимость но в то же время эта история она уменьшает ваш интерес к этому предмету и вот тот предмет который на картинке я вам хочу представить он попал ко мне совсем недавно что в нем интересного это часы выполненные фабрикой Павел Буре Буре отличался тем что он изготавливал самые дешевые в мире часы они стоили один рубль он использовал труд женщин и инвалидов впервые в России и не отличался обычно дорогими часами а вот в данном случае эти часы выполнены на огромном куске лазурита и кроме того они сделаны как шедевр ювелирного искусства так как вот это голубые голубые такие части они украшены эмалью с высокотехнологичным ювелирной сложной ювелирной технологией которая называется гильеше корпус цельный серебра покрытый традиционной русской эмалью вот что в них необычного вот пока непонятно для кого их делали почему их делали и пока есть интерес к этому предмету хочется им наверное владеть но в дальнейшем станет понятно какая история и может быть интерес пропадет спасибо друзья было очень приятно изложить этот материал поделиться с вами информацией если кому-то нужны контакты можно их увидеть обращайтесь консультации уже много лет мы вместе с коллегами даем по антиквариату совершенно бесплатно можно писать звонить все телефоны мои публичные спасибо за внимание спасибо еще раз организаторам как выйти на барахолку кто знает где искать барахолки и как там искать в любом городе можно через я думаю интернет довольно быстро найти информацию где находится барахолка не забывайте что барахолок может быть две одна где полный хлам то есть там вещи всякие кроссовки поношенные кеды это не то что вам нужно хотя ту барахолку тоже стоит посетить потому что по незнанию зачастую люди и на ту барахолку с мусором тоже бывает выносят интересные вещи вам должна быть интересна барахолка связана именно с какими-то антикварными предметами без труда всю эту информацию можно найти в интернете в своем городе забив я думаю слова форум барахолка антиквариат и город я как раз спрашиваю с чего вы начинали я начинал банально с коллекции монет марок и потом потом это была коллекция гильз первой мировой потом коллекция гильз была поменена на кинжал чести офицера СС потом этот кинжал чести офицера СС был поменен на серебряный кинжал кавказского князя ну и в общем так до бесконечности ну вот один из предметов друзья с которыми вот не хочется расставаться эти часы настолько приятные вот что понимаешь что не зря начал заниматься антиквариатом это как раз вот про эмоции готов еще ответы ответить на вопросы спрашивают являются ли антиквариатом книги да и порой книги есть очень дорогие если зайти в инстаграм по ссылке которую опубликовали у нас в продаже выставлены книги три века это подарочное издание к трехсотлетию дома Романовых стоимость 300 тысяч рублей и шесть томов сборник законов Российской империи шесть томов за 400 тысяч рублей поэтому конечно же книги представляют ценность но они должны быть в хорошем состоянии с целой обложкой с целыми страницами когда люди думают что растрепанная книга даже если она в интернете чего-то стоит нет друзья без обложки с порванными страницами с вырванными страницами книга требует реставрации очень высоких вложений только потом она будет цениться готов дальше есть еще один вопрос Ирик пишет у меня есть золотой рубль времени Екатерины второй сколько он может стоить рубль времени Екатерины втором можно без труда найти в интернете стоимость может быть до 7 миллионов рублей нужно понимать какой год какой сохранности какая разновидность здесь так не ответишь монета действительно дорогая монета редкая ну и стоит она очень дорого по-моему это очевидно Владимир еще Георгий спрашивает где и как найти информацию что цена что нет и продавать информацию что цена что нет найти можно только у себя в мозгу каждый определяет для себя свои ценности а стоимость предмета как я уже и показывал в презентации ее можно увидеть без труда на различных интернет площадках у меня на ютубе несколько роликов о рейтинге антиквариата о стоимости конкретно серебра конкретно фарфора поэтому смотрите обучайтесь в антиквариате не получится что вам там дали пять цифр и все и вы уже гуру нет здесь только с годами ты получаешь постоянную информацию ты покупаешь подделки иногда потом шлепаешься по голове и говоришь вот ты лошара ну зачем ты же понимал что здесь это восстановлено или реставрация ну бывает и так да и это есть как раз плата за обучение и ты запоминаешь навсегда где что должно быть на подделке а где что должно быть когда отреставрировано и как выглядит предмет настоящий Владимир ну давайте последний вопрос Элла спрашивает можно ли цену вещей узнавать на Авито нет цену вещей на Авито узнать нельзя так как Авито не является специфической площадкой для коллекционеров для того чтобы узнавать цену нужно подписаться на различные профильные форумы группы это ВКонтакте Фейсбук и там очень часто филателисты отдельно нумизматы отдельно фолеристы отдельно и когда вы по своей теме подписываетесь в группу вы начинаете встречать регулярные сообщения каких-то может быть профессионалов видите предметы видите цену в общем погрузиться в конъюнктуру конкретного направления в котором вы хотите стать специалистом и тогда вы начнете понимать цену на авито могут выставить Ленин у меня есть замечательная история у меня звонок молодой человек вы принимаете монеты я говорю принимаю у меня царская монета но с Лениным очень редкая в чем ее редкость но она же говорит с Лениным я говорю ну подождите в царское время монету с Лениным за нее бы уже наверное в Сибирь давно сослали а это всего лишь монета посвященная столетию Ильича где Ленин изображен я говорю знаете вот если Ленин лысый то монета ничего не стоит если бы в кепке был вот я бы точно миллион заплатил вот такая история на самом деле этот Ленин он ничего не стоит на авито можно найти продают за миллион рублей вот про авито спасибо друзья спасибо за внимание спасибо организаторам за предоставленную возможность спасибо спасибо спасибо